Приветствую зрителей канала Заметки Нумизмата. Рад очередной встрече с вами. И хотя, как вы знаете, обычно я рассказываю вам про золотые монеты, и даже более того, преимущественно про золотые монеты времени правления Николая Второго, но это не значит, что нумизматика на этих монетах заканчивается. Естественно, можно собирать и серебряные, и медные, и многие другие монеты из разных металлов, разных периодов, разных времен. И тут, наверное, каждый сам себе ставит ограничение, что именно он собирает. Для кого-то эти ограничения связаны с финансовыми возможностями, для кого-то важен исторический период. Но, чего вас призываю я всегда, внимательно смотрите монеты, которые вам встречаются. Бывает, что совершенно случайно, в неожиданном месте вы можете увидеть, и не будучи внимательными, пропустить настоящие шедевры. Сколько раз я слышал такие слова, «О, это не моя тема, это я смотреть не буду». И говоря так, человек иногда действительно пропускает настоящие шедевры, которые, если были бы даже не нужны ему лично, вполне могли быть использованы как средства обмена для пополнения коллекции другим материалом. И вот сегодня приведу вам пример медные монеты, которые, наверное, лежали бы в коллекции среди многих других простых и недорогих монет, если бы увидевший их нумизмат, не рассмотрел бы их внимательно. Для начала одна копейка медная 1834 года, но необычная из числа так называемых пробных копеек. И более того, это новодел, произведенный по специальному заказу высочайших особ для хранения в музейных собраниях. А новоделы, как мы уже с вами говорили, это монеты, изготовленные оригинальным или вновь созданным инструментом, непосредственно на монетном дворе, обычно по специальному заказу и небольшим тиражом. Притом, монеты изготовлены, естественно, несколько позже, официальные даты указаны на ней, изготовлены улучшенным способом, имеют хорошо видимое полированное поле и присвоена высокая категория качества с пометкой PL Proof Like. А была она найдена в небольшой домашней коллекции из других медных монет и была изначально отброшена в сторону, как малопримечательная, малоинтересная. Лишь блеск подсказал нашедшему эту монету, что, возможно, она представляет некий интерес, как и случилось это позже. Рядом другой такой же пример, довольно известная копейка 1755 года, времени правления Елизаветы Петровны, монета старая, красивая, в весьма хорошей сохранности, хотя, вероятно, лежала не в самой лучшей среде, имеет какие-то следы коррозии, но в то же время виден и остаточный чеканный блеск. Монета является перечеканом, начеканена на более ранней крестовой копейке, и следы эти на ней очень хорошо заметны, что некоторыми коллекционерами особенно ценятся. И только при внимательном рассмотрении было обнаружено, что именно этот конкретный экземпляр не имеет знака монетного двора, ни московского, ни петербургского. Такие экземпляры действительно известны, они действительно, вероятно, по ошибке или по какой-то другой причине, были начеканены на монетных дворах. Очень небольшом количестве и являются крайне редкими. По наиболее известному справочнику Биткина, такой монете присвоена категория редкости R3, то есть известно буквально в считанных экземплярах, может быть, десятках экземпляров. И также обнаружено совершенно случайно только при внимательном рассматривании. А до того находилась, можно сказать, в детской коллекции, как рядовая простая монета, к тому же и не слишком красивая, как раз из-за следов перечекана, хорошо видимых на ней. Ну а теперь это ценный коллекционный экземпляр, представляющий большую историческую, нумизматическую ценность. Будьте внимательны, внимательно изучайте монеты, которые попали к вам в руки или которые вы где-то видите. Я думаю, что и у вас в коллекции будут настоящие шедевры, может быть, не по состоянию и не по сохранности, но представляющие значительный нумизматический интерес. Большой вам удачи! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok